Всем привет! Сегодняшнее видео мы сняли специально для портала DROM.RU и не только для портала, а для комментаторов портала DROM.RU Ну что, сегодня мы отлично покатаемся. Мы наконец-то собрали все, что просили люди с Дальнего Востока, просили люди с Черноземного района. У нас сегодня Yeti, и против них наконец-то не Subaru, не Reme, а вот полноценные конкуренты, которые их класса. Это у нас Mitsubishi Airtrek, это у нас Subaru Forester STI и два Yeti. Это у нас Skoda Yeti. А зачем ты открываешь капот? Там ни хрена нет, кроме... Не, ладно, открывай, ему можно. Ему можно открыть, у него там просто золотой патрубок, он как бы кричит, что у меня золотой патрубок. Вы видите грязный мотор дачника с золотым патрубком. Вот там ни хрена смотреть, все, у него золотой патрубок и ничего больше интересного. Чем отличается эта Skoda от этой? Я уже говорил, здесь стоит огромная куча музыки, человек участвует в автозвуке, также тут огромная куча шума. Машина весит на весах тонну 760, стандартный Yeti весит тонну 500 с небольшим. Соответственно, этот быстрее, плюс он еще на 16-х колесах. Лучшее время этой машины 4,6 до 100. Лучшее, по холоду. Стабильно она едет 4,7-4,8. У нас уже было видео про этот Yeti, и все до сих пор пишут, что они нереальны. Олег, твои замеры где-то остались лучше. Ты можешь его мне вот сейчас найти, пока мы пишем? Найди, пожалуйста, замер. Вы видели уже миллионы раз вот эту прямую, на которой мы гоняем. Мы меряемся только там. Драги показывает там перепад высот 0,20. Вот, а, 4,3 даже его лучшее время. Это будет оказаться, что это его время. Что ты думаешь, что 4,6? А, это по холоду, это когда мы градусов в 10 мерились. Это я рассказываю, как было. Олег выкинул задние сидушки и приехал в плюс 10 на замеры. И показал 4,3 до 100. 100, 213,9. Мы тогда с ним еще очень ровно проехали, и я удивился. Потому что конфиг был чуть-чуть другой. И вот с чем. Эта машина едет стабильно 4,6. Худшая там 4,8 у нее, если я не ошибаюсь. Мне 4,8, 0,100 стабильно едет. 100, 215,2. Квотер 13,3, если не ошибаюсь. Это машина с шумкой. Вам сейчас расскажу. Это с музыкой можете снять, да, показать. Шумка, музыка мы покажем в салон. Чехлы еще я видел на сиденье. Да, чехлы, рекомендую все дела. Да, 19-е колеса, не самые легкие, обычные 19-е колеса. Mitsubishi Airtrek. Я попробую вспомнить конфиг. Здесь стоят валы от EVO 8, турбина EVO 8 TD05. И 560-е форсунки. Также еще по мелочевке всякое, как обычно, там, вуз-контроллеры и прочее, не будем это перечислять. Здесь у нас стоит Subaru Forester STI. Я смотрю, кстати, со штатным кульком, да, извращенец. Это реально STI? Мало таких осталось. Он еще и на колах, у него форик на колах, между прочим. Так вот, здесь у нас TD05, YOSH 205-й стоит и форсунки 550-е. Машина эта ей 5,6 до 100-и сегодня лучший результат показала. Airtrek показал 5,1, грубо говоря. Вот это сегодня контент будет, да? Да будет. Сегодня прям одинаково доработанное. Yeti и японцы. У японцев TD05, у Yeti в K04. Но к 0.4 намного меньше TD05, но все равно. По факту примерно одинаковая доработка. То, что просили. Сейчас будем смотреть дальше. Самое интересное, вот, допустим, сейчас померился Airtrek, он едет 5,1 до 100. Yeti тоже стабильно едут. 5 иногда побыстрее, иногда там 4,6, 4,8. Но 5 это прям стабильное время, поэтому вот прям интересный будет контент. Это сейчас суровую музыку. Мы даже не знаем, кто будет выигрывать вообще. Кто будет просирать? Ты готов? Задумчивые лица в этот раз. Мы в этот раз порвем всех голосов. Шансов у них нет. То есть никто на лбу мне будет? Да, вот так вот. Ты их просто возьмёшь? О, Господи. Субтитры сделал DimaTorzok Единственная проблема, финиш мы не помечали. Поэтому будем надеяться, что и так всё будет понятно. Так, я улетел на 127 метров. Сейчас я улету туда на 300. И будет чётко посредине всё. Да? А победитель будет с прадиком заезжать. Погнал «Симон» Погнал «Симон» я не знаю кто за кого болеет я болею за митсубиси митсубиси это отличная машина вот как ты заговорил как ты запел нет мне нравится митсубиси мне нравится его аиртрек мне нравится сабару не очень почему у нас есть этик другой вид просто чтоб не одни и те же катались руслана на этике который покрасивее у него очень много музыки и шумки он весит килограмм на 200 больше у олега нет ничего и у него маленькие колесики он едет побыстрее аиртрек у нас тоже едет быстрее чем субару но это стабильная тема митсубиси быстрее субару честом начали кидать какашками в комментариях но митсубиси быстрее и поэтому ставим чуть чуть более быстрого едем а ты ездил уже светчиков да да то обогнал или нет с собой мы сейчас поедешь конечно а у нас там етика чуть не порвали придется камеру чуть чуть перенаправлять но там говорил что коптера хватает вот он пожалуйста смотрите вон они там далеко уже едут обратно очень теперь у нас все заезды будут максимально объективно и понятно а вот тут уже как говорится до трех побед до 2 точнее получается потому что нереально ровно едут машина я не чуть пит на старте мне не факт что успевает нагнать не спит вроде бы уезжает сейчас еще раз будет у пацана 107 на т.д. 0 5 полтора он просто улетать космос на полтора хитая на полторах потому что наверно горячая потому что топливо несоразмерно к твоим 1 и 5 если она звенит может сделать поменьше хотя митсубиси живучие моторы все нормально что не скажешь про субаре я не знаю на ваге на вашей казалось там subaru на 20 тысяч это ну дорого ремонт а сейчас счет на наваги моторы субаре и и и Ну, я этих победил в этот раз, безоговорочно. Стартанули более-менее ровно. Субтитры сделал DimaTorzok А что случилось? Шланг слетает с регуляторов. Получается, дует, он должен, на холостых дуть 3 бара, получается, давление. Когда дуешь, плюс буст. А буст слетает воздух, поэтому, короче, получается, что он не дует того, что надо. Сейчас пацаны с Владика смотрят, такие, а хомуты, хомуты, наша тема, давай, тяни там, парень, мы верим в тебя. Тоже готовишься к реваншу. Ну, так, надо соответствовать. А что здесь без хомутов обойдемся? Здесь все в пыли и так все одет. Баргар, конфеты, новогодние. Шоколад. Борик приехал в Комеров, сейчас посмотрим, сколько у него получилось. Он даже вроде сказал, что я могу попробовать. Обвинять меня в том, что я не умею ездить на механике. Мне самому стало интересно. Нормально стартовал. Ну, да. Что там? 0,100, 586. Остальное запоминать не будем. Давай еще раз. Снимай. 5,6 он поехал. Это лучшее время, да? 5,59 там еще есть. Ну, это одна херня, 5,6. Вот, пожалуйста. Можешь сфоткать. У нас четвертая попытка заезда. Парень на Outlander говорит, что у него слетал патрубок с топливного регулятора. И смесь сильно обеднила, машина звенела. Он все починил хомутами. Выезжает еще раз. И на старте, почему я так долго стою, я даю ему время раздуться. Он попросил, пока турбина не раздуется, пока не пойдут хлопки из выхлопа, не давать отмашку. Поэтому так долго стою. Парень на Украину Парень на Украину Геннадьевич со своим транс-логистиком, конечно, зажигает такой огонек. Подумываю я на зиму просто купить еще одну машину, такую чисто для долбежек. Сюда вложено примерно 100 штук. Сюда вложено примерно тоже 100 штук. Туда вложено, но если не учитывать музыку, красивые интеркулеры. То есть если просто так же, как здесь, взять бушную турбу, интеркулер новый хороший и поставить downpipe. Получится тоже 120 тысяч примерно с двумя прошивками. Тут просто еще нужно прошивать мотор, прошивать коробку, без вариантов причем. И там, грубо говоря, те же 120 тысяч. Понятное дело, что если покупать новую турбину, сколько там сейчас APR-4 стоит? 1140. APR-4 дорого. Обычная APR-4 стоит 70 тысяч мало. Да. То есть вот спрашивали ребята, новая турбо 70 штук. Но если мы ее будем брать у дилера APR из США, с надписью APR она будет стоить в два раза дороже. Встаю, смотрю, пацаны вот вкладываются в тачки, я в авто вкладываюсь в тачки. Кто-то там на нас смотрит, как на дураков. Геннадьевич вообще на нас смотрит, говорит, дураки, блин, я вам в транслогистик вкладываюсь. Что-то выложу какие-то лоты, что-то там делает. Я на него смотрю, как на дурака, думаю, вот лучше бы в машину вложил. Потом думаю, блин, он на А4 починил коробку, поклеил ее, купил колеса. Ну, может, в чем-то он и прав. Я в какой раз смотрю на эти движухи, Evolution с марком, вот сегодня, ссылки в описании добавим на старое видео, если кто не видел. Блин, я хочу японца, хочу долбить, не жалея, и смотреть, как он не рассыпается. Все говорят, не рассыпается. Хочу, просто хочу. Денег есть, но заработал сейчас, скопил 1400, может 500. Вот что взять, что? Чтоб оно выжило, просто выжило, чтоб я мог долбить боком, не боком, как хотел. Подскажите в комментариях, пожалуйста, ссылки на предыдущее видео, ссылки на Антона, ссылки на меня, ссылки на даже транслогистик. Все будет в описании. Жду советы, причем советы не из серии, бери Subaru, бери Evolution. Нет, ребята, логичные советы. Вот почему эта машина лучше, чем вон та и за 400 тысяч? Чтобы я просто лучше в этом разобрался. Я в японцах, ну, вообще практически не соображаю. Давайте чуть подробнее посмотрим машины, и самый главный вопрос. Вот если вы хотите увидеть вот этот Forester, который на механике, или трек на автомате, мы можем снять отдельно про них видео, поэтому давайте лайкаем, пишем комментарии. Если комментариев будет много, и лайков будет много, мы обязательно снимем это видео именно про две эти машины, не будем сюда мешать никакие ваги, никого. Вот просто красиво покатаемся на двух конкурирующих автомобилях. Это Subaru и это Mitsubishi. Как я уже говорил, мне больше нравится Mitsubishi. Давайте посмотрим ради интереса, что вообще в салонах автомобилей. Скажите, так сравните. Старую школу, на которой там, я не знаю, годах двухтысячных, я просто мечтал о такой машине. Ну. Классика. Руль классический. Классика. Там еще какой-то будильник с кукушкой внизу. А мы с нескольким. Ну, это мы все покажем в другой серии. Да, ну просто так, пробежимся ради интереса. Потому что мне кажется, что в Mitsubishi салон поинтереснее. Давай со стороны водителя зайдем. Ну, в Mitsubishi тут прям куча датчиков. Классика. Да, все красиво. Механику пока не... Хотя с другой стороны, и обычный гидротрансформаторный автомат вполне справляется. Ну и вот то, о чем мы говорили. Это инсталл звука. Человек увлекается автозвуком. Начал общаться с нами. Перешел на темную сторону. Наконец-то сделал себе stage 3. Там у нас, наверное, рассада. Посмотрим. Там есть рассада? Он и закрыл. Ничего нет. Там, наверное, труп чей-то лежит. Ну, тут все серьезно. Давай мы озвучим бюджет твоей музыки и просто пацаны поймут, что вот у тебя в колонках их машины. Наверное, не надо. Бюджет максимальный по музыке около 500 тысяч вложено. Машина участвует в соревнованиях на качество звука. SQ, Sun Quality. Постоянно, каждый год езжу, занимаюсь стабильно вторые-третьи места. До первого все никак не добьюсь. Ты что, не хватает, да? Да нет, не в деньгах дело. В настройках просто в Белгороде сложно с качеством звука. Нет специалистов, которые... От именно на качество ездят? Да, именно на качество звука настроить некому. Потому что все сам и достойный все равно результат. С Белгорода практически никто не ездит на такие соревнования в качестве. Так я же говорю, он был серьезный. Переначально машина делалась для звука. Он был серьезным меломаном. Потом просто ее зашил, потому что она перестала ехать из-за веса. Потом начал с нами кататься, сказал, да вы все охренели. И через неделю приезжает на К-04 и такой, все, я готов, короче, гоняться. Все постепенно. Как-то это так было. Ну, тут салон такой же, колонок поменьше. Так что на этом, наверное, все. Заезды вы увидите чуть позже. От себя скажу так, что наконец-то отличные заезды. Наконец-то отличные ребята, что вот никто не фальшстартует. Все дружески, все гоняют, все хорошо. Вот прям как с Волгой было. У нас нет битвы между японцами и немцами. В комментариях сейчас она начнется. В комментариях сейчас начнется битва еще и там не только с японцами и немцами, но с представителями 3.5 атма моторов. Но это лишнее. Это просто все лишнее. Просто собрались, покатались. Понятное дело, что это старые машины, это новые машины. Понятное дело, что это больше автомобили датчников. А в конце концов, это то, что раньше просто каждый мечтал о подобном автомобиле. И если он прям был готов ездить на низкой машине и прочее, он покупал себе Subaru STI, Mitsubishi Lancer Evolution. Если нет, он брал машину повыше, это Airtrack, это Forex STI. Для этого их и делали. И вот честно, мне очень нравятся обе эти машины. Они красиво, броско сделаны. Они выглядят не так, как будто им там по 20 лет. Ты еще и карбоновый патрубок купил. Ну это же комплект. Вот меломан. Это вот, называется, вот эта вот бесполезная штука за очень большую ему денег. Ты из настоящего карбона зато. То из настоящего карбона. Он, наверное, не греется, да? Оп, обжегся.